здравствуйте друзья в эфире очередной выпуск новостей зарубежной недвижимости от приан главные вопросы насколько выросли цены в популярнейшей локации турции могут ли россияне сегодня купить жилье в италии каковы реальные сроки получения американские инвестиционные визы и b5 начнем с турции две короткие новости во первых ательеры анталии предложили упростить получение внж для этого они обратились к властям страны с предложением чтобы считает документы на проживание которые выдаются в малых и средних отелях принимались бы в качестве договоров аренды тех договоров которые нужны для оформления вида на жительство в общем такая схема работает не первый месяц с одной стороны она помогает пустующим вне сезон отелям с другой способствует снижению ставок аренды но главный интерес конечно со стороны потенциальных арендаторов напомню сейчас турции можно получить вид на жительство на основании аренды но делать это все сложнее только организация с которой мы сотрудничаем и помогаем нашим клиентам оформление вида на жительство в промежуток с сентября до декабря 2022 года на подобных условиях помогла получить вид на жительство более чем 150 людям как это происходит вы проживаете в отеле руководство отеля предоставляет соответствующий пакет документов он немного отличается от стандартного пакета документов предоставляет счет фактуру чтобы как минимум на 6 месяцев оплатили номер и на основе этих документов было возможно получить вид на жительство но начиная с этого года ситуация по вину на жительство туристическому видео на жительство которое получают по договором аренды или продляю по договорам аренды пока что не очень позитивная в 95 процентах случаев приходит отказо как получение первичного вида на жительство так и в родлении вида на жарство сейчас гарантировано вылучить день на жительство турции могут только собственники объекта прижить вторая новость от наших коллег из индекса. В общем-то, даже это и не новость. Всем же известно, что недвижимость в Турции дорожает. Рост цен в лирах в городе Алания за 22-й год 189%. Но и лира за это время упала практически на треть. Поэтому грубая оценка, за год в Алании цены в долларах и евро удвоились. И средняя сделка в городе идет дороже 150 тысяч долларов. В Турции не принято выделять стоимость недвижимости за квадратный метр. Потому что существует огромное количество факторов, которые влияют на составление цены. Вплоть до этажности стороны света, внутренней отделки. На данный момент в Алании средняя цена на объект недвижимости варьируется от 100 до 200 тысяч евро. Но, конечно же, я подчеркиваю, это средняя цена. И да, безусловно, сейчас с большим спросом пользуются районы, которые открыты для получения вида на жительство. Потому что основной запрос, который мы получаем от наших клиентов, это покупка недвижимости с целью переезда на постоянное место жительства. Разница на недвижимость, на стоимость недвижимости в открытых и закрытых районах может достигать 30-40%. О динамике цен на недвижимость в целом в Европе мы говорили в предыдущем выпуске. Сегодня несколько слов об Италии. Вопросов именно по этой стране много. Итальянский рынок всегда ведет себя несколько иначе, чем, скажем, рынки крупных соседей, например, Испании или Франции. Так, перед пандемией и особенно в разгар ее цены всюду росли даже рекордными темпами. Но в Италии динамика была хоть и положительной, но скромной. Рост около 2,5% в 2020 году, 3% в 2021, менее 2,5% по последним данным в 2022. Надо учесть, что говорить средние цены для Италии не совсем верно. В крупных городах они растут заметно. Особенно подорожали в 2022 году квадратные метры в Милане и в Болонье. В минусе агрорегионы на востоке страны. Но в среднем и дальше скачков, если верить прогнозу СНП, не будет. Цифры на экране. По сути, все в рамках эстетистической погрешности. А как видят ситуацию риэлторы? Цены на недвижимость в Италии достаточно стабильны и даже имеют тенденцию к росту. На это повлияло несколько факторов. Прежде всего, это развитие удаленной работы, которая заставляет людей инвестировать в улучшение жилищных условий и, как минимум, покупать недвижимость более просторную. Во-вторых, пандемия породила спрос на недвижимость с участками. И многие итальянцы хотят поменять свои квартиры на отдельные дома или таунхаусы. Ну и в-третьих, общая нестабильность ситуации в мире заставляет людей инвестировать в сектор наиболее стабильный, то есть в сектор недвижимости. Но главный вопрос для покупателей россиян, а как сегодня, в принципе, совершить сделку в Италии? Это сложно, но возможно. Здесь многое зависит от местного риэлтора. Ему придется решать вопросы, в частности, по переводу денег уже на итальянской стороне. Далеко не все, в принципе, готовы проявлять активность. Впрочем, есть и положительные примеры. Одним из самых трудных моментов сейчас является открытие счета в Итальянском банке, которое практически невозможно, если у вас нет итальянского ВНЖ или гражданства в какой-либо другой стране. Но решение этого вопроса найдено. Мы проводим сделки через нотариуса, и все расчеты идут через его депозитный счет. У нас были сделки, когда средства на покупку переводились в евро, естественно, из российского банка, но, безусловно, наличие счета в дружественной стране для России дружественной облегчает как процесс покупки, так же и последующее обслуживание квартиры, оплата налогов, коммуналки и всего прочего. И в завершение. Американская инвестиционная программа EB-5 вернулась к жизни. Формально это произошло еще в прошлом году, но последние месяцы говорили о ней мало. И напрасно, ведь большинство миграционных схем сейчас вообще недоступны для граждан России и Белоруссии, а власти США никаких ограничений не вводили. Итак, EB-5 – одна из возможностей получения грин-карты США. ВНЖ, который в дальнейшем введет к гражданству. Формальных требований к инвестору немного. Он должен вложить 800 или миллион 50 тысяч в действующий бизнес-проект, меньшая сумма для сельской местности и мест с высокой безработицей. Второе условие – создание в результате инвестиций не менее 10 рабочих мест. У инвестора по-прежнему есть две возможности. Менее популярная – работать самому, открыть компанию или купить франшизу, то есть создать бизнес. И более ходовая – обратиться в региональный центр. Это коммерческие организации, привлекающие финансирование под проекты, обычно в сфере недвижимости. У них есть квоты как раз под программу EB5. Работа через такие центры – по сути пассивная инвестиция. Что важно, поскольку получат заявители грин-карту или нет, все равно зависит от выполнения условий программы, необходимо грамотно выбрать региональный центр и конечный проект. Это все равно задача заявителя инвестора. В идеале вы получите и грин-карту, и обычно через 5-7 лет вложенные средства. Возможно, даже с небольшой прибылью, хотя региональные центры, даже самые лучшие, не принесут большой доход. Главная цель здесь – получение грин-карты. Пожалуй, основной недостаток программы EB5 сейчас – очень долгий срок рассмотрения петиций. Занимает он несколько лет, но при наличии действующей американские визы заявитель может ждать решения на территории США. О программе говорить еще могу долго, просто в формат не уложимся, поэтому, если интересно, предлагаю посмотреть в записи наш вебинар с экспертами компании Second Wind или прочитать статью-отчет. Ссылки в описании к этому сюжету. На этом прощаюсь, подписывайтесь на обновления, ставьте лайки, задавайте вопросы и будьте в курсе.